Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! У меня обалденное настроение! Знаете почему? Потому что я почитала комментарии под вчерашним мукбанком и столько позитива, столько хороших комментариев! Я не понимаю почему? Вот вдруг! Вроде я ничего такого необычного не говорю, все как обычно, но ни одного негативного комментария! А иногда бывает, как зайдешь, как расстроишься! В общем, спасибо вам огромное! Всем за хорошие комментарии! Я вас очень люблю, я все читаю! Спасибо! В общем, сегодня у нас душ-пере и все остальное, что было в холодильнике, так скажем! Так как душ-пере горячее, я предлагаю начать с чуда творожного! Два слоя! Прям то, что я люблю! Обожаю! Кто смотрел мой влог, тот молодец! А кто не смотрел, я сейчас иду покупать то самое кольцо, которое я вам показывала в видео! Во влоге вчера! Хотя нет, влог вышел сегодня, да! Моя мама говорит, зачем столько золота? Купи себе что-то другое! Ну, блин, ребят, я себя не контролирую! Мне хочется! Ну, очень хочется! Некоторые в комментариях пишут, Айка, что ты не путешествуешь? Что ты никуда не уходишь, сидишь дома? Путешествовать? С кем? У нас как-то в Азербайджане так принято, что девушка одна не путешествует, так скажем, да? Либо с родителями, либо она выходит замуж и с мужем уже! Вот, поэтому... Не знаю, с кем! И как-то особо вот такого, знаете, супер-желания тоже нету! Какой творожок! Просто гляньте! Обожаю! Обычный десертик оставляют на конец! Ну, у меня есть такая привычка, я не люблю кушать что-то горячее! То есть я могу есть теплое, но ни в коем случае не горячее! Либо холодное, либо теплое! А здесь у нас тучка, а прям горячая! Прям аж пар! Я предлагаю заправить это все майонезиком! У меня вот такой вот провансаль! Провансаль! А нет, Слобода! Какой провансаль! Чуть-чуть! Заскринила один вопрос, задает его Любовь Иваненкова! Любовь, вам огромный привет! Какое красивое имя! Любовь! Айка, спасибо, ты даешь дельные советы по работе в Ютубе! Многие блогеры просто молчат или вскользь скажут пару слов! Спасибо огромное! Очень много приятных вещей написала она! И главное, ее вопрос! Скажи, пожалуйста, какой твой мукбанг был для тебя самым запоминающимся и чем? А какой самым стремным по твоему мнению? Начнем, наверное, со стремного, как по мне! Я давайте оставлю ссылочки! В общем, у меня есть одно видео на моем канале, где я ем, по-моему, 143 крабовые палочки или что-то такое! В общем, очень много! И я ела действительно очень тяжело! Я искренне считаю это видео худшим видео на моем канале! Почему? Потому что я заставляю! И это со стороны видно! Зачем заставлять себя? После этого видео мне было реально очень фигово! То есть, лишь бы снять это видео, я прям реально заморочилась! Я не ела день, чтобы у меня в желудке было пространство, чтобы все это поместить! И мой брат, посмотрев это видео, говорит Ты думаешь, приятно смотреть на человека, который давится едой, заставляет себя? Мой брат сказал, намного приятнее, когда человек с удовольствием кушает, а это чувствуется зрителю! Мой брат говорит, лучше там оставь! То, что ты вот не смогла доесть, лучше оставь! Зато все остальное съешь с аппетитом! И каждый раз, когда я смотрю это видео, я перекручиваю себя в голове! И понимаю, что реально, нахрена я это делала! Или есть, например, первые видео на моем канале, которые я смотрю, и мне искренне стыдно за свое поведение! За то, как я говорю, за это качество, за вот эту вот манерность! Но я все оставила! Не потому, что деньги не пахнут! Просто это какая-то история! Иногда мне пишут в комментариях, ой, Айка, я тебя смотрела, не знаю, два года назад, и сейчас чисто случайно наткнулась, и какой у тебя прогресс, ты по-другому говоришь, по-другому преподносишь себя! Конечно, это очень приятно! Это, знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что если я смогла, сможете и вы! Я, которая не могла двух слов связать, собрала такую аудиторию, набралась опыта! А это что значит? Значит, сможете и вы! Было бы желание, терпение, самое главное желание! Ну, в общем, это видео со 140, по-моему, крабовыми палочками! Я ненавижу это видео! Все в эти крабовые палочки, как сложно было прийти в себя! Потом мне родственники начали писать, что это вообще опасно! А брат такой говорит, да фиг с ним, что опасно! Это неаппетитно! Говорит, что это за контент? Я поняла, что нет! Действительно, обратила внимание со стороны и поняла, что это неаппетитно! Это смотрится со стороны ужасно! И еще у меня есть мое любимое видео! Снято оно сравнительно недавно! Там я говорю про Твикса! Реально очень смешная ситуация произошла с ветеринаром Твикса! Он чокнутый просто! Он реально чокнутый! Оба этих видео я оставлю внизу в инфобоксе! Обязательно переходите, смотрите! Думаю, вы зацените! Но посмотрите после просмотра этого видео! Я вообще очень люблю снимать видео! И возможно, если даже у меня бы не было аудитории, я бы где-то раз в месяц какие-то влоги бы снимала и кидала в YouTube! У меня, кстати, тетя свой день рождения, например, кинула в YouTube! И вы знаете, это очень удобно! Не для набора просмотров! А просто гости! Все могут зайти в YouTube и посмотреть ее день рождения! По мне, супер идея! Раньше как было? Например, свадьба, какая-то кассета, вы передавали эту кассету! Мы иногда ждали там месяцами, когда до нас дойдет очередь, чтобы посмотреть эту кассету! А сейчас можно закинуть такой... А сейчас можно закинуть и все! Вам огромный привет, Любовь! У нас просто такие имена не встретишь! Хотя у нас живут очень много русских! Просто имя Любовь мне особенно нравится! Это Люба, да, получается, по-моему? Вкусно-тища! Мама мандарины купила! Я именно такие мандарины обожаю! Сейчас вам объясню, почему! Эти мандарины, они очень легко раздеваются! Такие, знаете, мягенькие! Их очень сложно найти! Все! Следующий вопрос! Мадина Сагенбаева задает вопрос! Мадиночка, вам огромный привет! Айка, у меня вопрос! Не хочешь ли ты сделать современный ремонт в вашей квартире, в которой сейчас живешь? Обновить все! Здесь большой комментарий! В конце люблю тебя! Спасибо большое! Вот, я бы хотела немножко об этом поговорить! Что касается ремонта в этой квартире! Начнем с того, что здесь надо уже менять все! Мне не нравится, но ничего! Только диванами ситуацию не исправишь! На мой взгляд, сюда вкладывать деньги не стоит! Единственное, там планируем прихожку купить и все! Моя бы воля, что бы я сделала? Купила бы квартиру от застройщика, не через банк! Рассрочка! Так очень выгодно получается! Берешь квартиру, делаешь там ремонт, переезжаешь, а эту сдаешь! И деньги, которые тебе дает съемщик, квартиросъемщик, да, правильно? Эти деньги ты просто отдаешь за ипотеку, так скажем, да? В этой квартире мне не нравится проект! Ремонт тоже устарел! Это у нас трехкомнатная, 105 квадрат! Мне кажется, если трешку брать, надо сразу где-то 125 брать! Чтобы прям комнаты были просторные! Проект был хороший! Здесь у нас, например, спальни очень маленькие! Получается, моя комната 10 квадрат, а это 13! В общем, маленькие, малюсенькие! Если покупать трешку, 120 квадрат! Все, здесь ничего не осталось! У нас здесь просто остался барни! Давайте выпьем чай с барни! И еще... Ладно бы это все! Сейчас, если честно, у меня нету свободных денежных средств, чтобы выделить еще сюда! Потому что я планирую строить дом! Я планирую купить машину! Все это я должна начать уже летом! Надеюсь, что это все у меня получится! А то я не люблю, знаете, рассказала всем, а потом в конце не сделала! Или не получилось! Получается так, как будто... Я просто была болью! Я так не люблю! Вот поэтому... Целей, задач много! Надо потихоньку все это решать! Здесь есть все удобства! Чтобы просто поменять обои в квартире, тоже нужны немаленькие затраты! На мой взгляд, идеальное решение в этой ситуации просто сдать эту квартиру и купить в ипотеку что-то другое и все же себе припеваючее! Наелась я! Обожжалась! Хочется даже минут 15 просто полежать! На этом все, мои хорошие! Спасибо, что досмотрели это видео до конца! Всех люблю! Целую! С вами была Айка! Пока!